День Республики 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 Приняла решение попробовать себя в качестве корреспондента, потому что меня всегда завораживала вся эта система, если смотреть с другой стороны экрана. Мне бы очень хотелось понять всю эту структуру, как это делается. Я сюда пришла получать знания в SMM ID профилю, потому что считаю, что в наше время это очень многоширно и технологии с каждым днем развиваются. Сегодня РИА Калмыкия оказывает ощутимое воздействие на информационное поле республики. В сутки мы производим десятки единиц новостного контента для всевозможных платформ и в различных форматах. Мы молодой отдел SMM специалистов РИА Калмыкия. Девочки занимаются освещением актуальных новостей Калмыкии в социальных сетях, в таких аккаунтах, как reakalmykia.ru, надкалом и хальмыкунен. Также еще сейчас мы будем заниматься журналами Байрта и Байр. В нашем агентстве имеются хорошие возможности для карьерного роста. Главное быть уверенным в себе, смело выдвигать предложение и уметь отстоять его. Эти ребята готовы жить работой, они работают тут и они наслаждаются своей работой. Нам нужно идти в ногу со временем и открытие этого отдела это как никогда своевременно и важно для нас. В современном мире меняются технологии и мы стараемся идти в ногу со временем. Для обновления вещания требуется креативная и талантливая команда. Холдингу нужно омоложение, так как если именно говорить про допечати, то на сегодняшний день говорить о среднем возрасте, он довольно-таки высок. А в нашей отрасли и с тем, что происходит в мире цифровизации, нам нужны, конечно, молодые креативные специалисты. Поэтому то, что будет происходить в ближайшее время, да и в целом, в принципе, с медиахолдингом, я думаю, пойдет только нам на пользу. Медиахолдинг «Рио Калмыкия» в связи с ребрендингом объявляет о вакансии журналистов, телеведущих, СММ-менеджеров. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо отправить резюме на адрес электронной почты гук.трк.собакамейл.ру. Мы ждем тех, кто готов работать и творить. Ирина Гольдина, Ангелина Эрдиева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День республики». В ДТП поведение нетрезвого водителя пострадал несовершеннолетний ребенок. Как сообщает пресс-служба ГИБДД «Калмыкия», накануне вечером 33-летний житель Листы, управляя автомобилем «Лада Гранта», допустил столкновение с автомобилем «Датсун». В результате происшествия в медицинское учреждение с телесными повреждениями был доставлен 15-летний листинец. Ему было назначено амбулаторное лечение. В ходе разбирательства дорожными полицейскими было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении его составлены административные протоколы. Награда нашла своего героя. За образовое выполнение боевых заданий, проявленные доблесть и мужество, Первиаманджиевич Чемилов посмертно представлен к ордену Красной Звезды. Уроженец Юстинского района Первиаманджиевич в 1942 году был призван в ряды Красной Армии. В 1944 году в боях при форсировании реки Друдь, севернее города Рогачев, Младший сержант Чемидов, на тот момент ему было всего 19 лет, Со своим отделением незаметно ворвался во расположение противника И из ружья уничтожил легкий пулемет и личным примером мужества повел бойцов на выполнение поставленной задачи. Архивные документы с данными о прохождении службы, месте захоронения и о подвиге героя Разыскали родные и сотрудники городского военкомата. В память о героическом прошлом участника Великой Отечественной войны Сыну передано именное удостоверение и орден Красной Звезды. Он даже воевал здесь у нас в 1942 году возле Улан-Аргей. Там документ отражено. Мы, дети, не знали его, честно говоря, военную историю. Потому что, ну, когда есть, не понимаешь, не ценишь. А потом, когда захочешь, уже и некого узнать. Хорошо. Сестра двоюродная, Микмир Горяевна, занялась этим делом. Достала контакты с архивом военным подольским и вытащила вот эти вот документы. И только лишь после этого мы немного выяснили, как же он воевал. К сожалению, он не прожил долгую жизнь. Потому что, ну, во-первых, раны, да, тяжелые. А когда он не любил говорить вообще про войну, очень редко что-либо рассказывал. Но про этот орден мама знала. Вообще, Пирвя Манджевич был, ну, самым любимым ее братом. Вот она не могла найти вообще даже, вот, наверное, таких эпитетов, чтобы рассказать о том, каким он был. В Элисте 15 октября частично ограничат подачу воды с 8 до 17 часов. В связи с проведением ремонтных работ на водопроводной сети в районе 1-го микрорайона, воды не будет в домах микрорайона Молодежный на улицах Партизанская и Кирова, в школе номер 10, Калмыцкой национальной гимназии, Мникичикова и других улицах. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV и зеленые точки Ростелекома, на сайте Реакалмыкия в специальной вкладке и на официальном аккаунте в Instagram reakalm.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова